анна здравствуйте переговорил я сейчас вам сброшу ссылку с этим товарищем он хочет вам срочно прям приехать вернуть эту плату понятно что сотрудники полиции хрен приедут вот у вас муж дома то есть вынул не на тому не на том адресе куда он плату привезет правильно ну это ладно этого проблемы на буду на будущее если вдруг он там сами созвониста еще там что-то непрерывно ведете видео и аудиозапись как он приходит отдает плату устанавливает холодильник сергей смотрите первый раз все то есть это все фиксируйте все абсолютно непрерывно фиксируйте как он вам установит плату на на этот меньше всего разговаривайте пускай он говорит нет он должен установить эту плату он должен вернуть все в исходное состояние вот как он снял эту плату то есть вы четко фиксируйте эту плату в каком она состоянии раскручиваете его да можете не пускать сотрудников полиции нужно вызвать но они не приедут муж далеко у вас значит смотрите он приходит это непрерывно ведете на на телефон видеозапись объяснился почему он пришел чтобы его рожу было зафиксировано пускай расскажу почему он пришел почему он принес что он хочет вы от него говорите что вы сняли плату соответственно вы должны ее вернуть в том состоянии в котором она была без каких-либо работ над нею стояла там откуда вы ее сняли вот в таком духе понимаете и ничего с ним спорить не надо ничего пускай он дальше все разговаривать ну как я вам сегодня говорил чтобы он давал лишнюю информацию мы потом ее будем использовать суде лишнего ничего не говорите он человек продвинутый он будет вас провоцировать на определенные моменты что вы отказались там тут а тут а не надо с ним вступать ни в какие дискуссии ну принес принес молодец устанавливая покажи все на видео фиксируйте непрерывно должна вестись видеосъемка очень внимательно зафиксируйте как она плата выглядит что чего как он все понимаете сделайте качественно видеофиксацию без перерывов он же должен объясниться чем к вам пришел с платой что он пришел пришел отдать просто с каких-то бухты барахты что он заплату принес пускай устанавливает подключает чтобы холодильник работал и так далее уже у вас как минимум работал может быть его просто не пускать и все а завтра вызвать эксперта чтобы в присутствии эксперта он все это устанавливал чтобы это мог подтвердить свою оценку можете так сделать можно сказать что я без моего представителя и без эксперта без согласования производить не могу на данный момент него не отказываюсь а не могу поэтому у меня нету возможности я уже с вами столкнулась я считаю что вы мошенник и поэтому давайте все-таки дождемся специалистов как по юридическим вопросам так и по вопросам техническим то есть будет эксперт будет мой представитель и вы в его присутствии будете производить те действия какие манипуляции с которыми вы сюда к нам сегодня приехали причем в такое позднее время никаких вопросов с вами не согласовали завтра выходные мы отдыхаем какие могут быть установки платы а завтра я позвоню сегодня позвоню сергею этому эксперту чтобы он подъехал в какое-то время и вы подъедете и вот мы все будем стоять наблюдать за его установкой платы и следить что он там будет говорить как он почувствует себя да 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 значит тогда дверь ему не открываете все фиксируйте на видео запись дверь не открывайте ни в чем не отказывайте говорите на ту ту информацию что в согласованное заранее время оказывается приезжайте у нас будет представитель юридические вопросы технические вопросы все будем делать потому что у нас имеется конфликтная ситуация спорная ситуация вы можете тоже тоже может приехать не один с адвокатом как хотим короче будем решать вопрос на месте вот это вот он там я вам сейчас видео смысле аудио сброшу разговора с ним он там флот до того что я говорит вам по дверь подкину ну короче глупости говорит эту плату типа уеду но это его будет риски все остальное все слышали сейчас я вам скину потому что он там кричит что в течение 40 минут как хочет у вас быть но это глупость сейчас делает скиньте мне все видео всю эту ситуацию я изучу что чего и как это все происходило вот и тогда уже потом побеседуем что-то странно он себе как-то ведет я не могу вас пустить я не знаю кто вы такой вы уже на данный момент мошенник и я вас без документов пустить квартиру не могу у меня две девочки дома несовершеннолетних вас двое приехала я одна а их двое приехала да а мужа у вас дома нету да ну ладно не ну на самом деле если они не представляются кто такие и тем более есть опасения что это мошенник что они могут все что угодно сделать поэтому конечно вам без без посторонних лица скажем так которые ну элементарно за безопасность вашу будут отвечать вам конечно дверь лучше не открывать нет я с вами полностью согласен вашей ситуации вот вашей конкретно ситуации с этим человеком должно присутствовать несколько человек желательно сотрудники полиции потому что данный у кого и вашего давайте вызову полицию я говорю понятно я не имею права у вас просить документы да чтобы определить вашу личность но давайте подождем полицию я ее вызову они вместе с вами пройдут квартиру я посмотрю ваши документы и вы зайдете либо мне нужно ждать моего правозащитника потому что здесь я нуждаю в защите я может быть компетентна в другом области да в которой обучена но как вы здесь я вынужден защищаться от вас ну то есть там как бы достаточно я ему объяснила того что мне нужно подтверждение кто он такой тем более это мое имущество тем более это моя собственность куда я его пускаю то есть он так юрил юрил то ли поставил то ли не поставил то он мне эту плату то ли снимал то ли не снимал то что касается паспортных данных если он себя заявляет что он с вами заключил договор так называемый устный да то он являясь исполнителем по этому договору обязан вам просто обязан предоставить всю необходимую информацию для для вас как для потребителя понимаете в том числе его данные да мы уже об этом говорили я как раз это и помню вот поэтому если он вам изначально отказывается предоставить данные кто он такой то естественно о каком дальнейшем сотрудничестве и тому подобное может идти речь понятно что любой прохожий не обязан вам показывать паспорт и тому подобное но вы и с прохожим не состоите ни в каких договорных отношениях если он считает что у вас с ним есть договор то пожалуйста исполняй свою обязанность перед клиентами которые являются потребителями на которых распространяется закон о защите прав потребителей он несет соответствующую ответственность на него может быть подана претензия соответственно на кого подавать претензию на дядю васю нет конечно должны быть конкретные данные продолжается попытка дозвониться до абонента который пока что не успел ответить на ваш вызов вызываемый абонент к сожалению все еще не отвечает вы можете оставить для него голосовое сообщение после сигнала слушай не хочешь проблем если перезвони по-хорошему эти тебя такой добрый совет даю серёжа надеюсь ты меня услышал и в нашем списке еще один человек появится опуская обращается надо этих товарищей наказать за то что они уже нам на поток поставили это мошенничество да вот как-то по крайней мере донести до общественности что у нас тут есть деятели да дайте им мой номер телефона пускай мне со мной свяжутся также сходим также проверим выясним напишем заявление может быть напишем заявление уже в полицию уже нет одного человека от многих может быть так они хоть что-то начнут делать потому что здесь признаки мошенничества очевидны но сотрудники полиции усматривают какие-то гражданские договорные отношения когда просто в наглую под предлогом гражданское договорных отношений занимаются мошенничеством надо просто установить где они находятся где-то контора которая обучает в трех дней как мошенничеством заниматься надо вообще выяснить кто организатор этой всей шарашки монтажки потому что эти молодые ребята явно они как бы не по собственной инициативе организовали данную деятельность скорее всего кто-то их научил этому все тогда до связи но я думаю на следующей неделе вот уже будни когда начнутся сходим на егорова 4 узнами так по яндексу смотрел ничего не нашел там кроме свадебного салона там еще как у какой-то конторы там вроде ничего не числится обучение на декорова или что-то вакансии какие-то посмотреть ниже то откуда там же ползут они же где-то объявление проходит вот этот прием на работу с обучением или ну по большому у тебя все получится этим должны заниматься сотрудники полиции они должны взять вот этих товарищей опросить и все выяснить это все делается в течение пяти минут кто где какие обучения проходил вообще с какому с какого перепуга они оказывают эту деятельность почему у них статус самозанятого когда они поручают это это выполнение работ другим лицам они по определению не имеют права поручать никому другому то есть оказывать посреднические услуги по сути они выступают в роли курьеров они приезжают на дом снимают плату и уезжают отдают там кому-то на какую-то починку это не ремонтная деятельность это деятельность по доставке с одного адреса на другой адрес сам статус самозанятого подразумевает что они должны эту работу делать лично а если они берут и просто перепоручают данную работу кому-то другому то они оказывают посреднические услуги вот и все то есть даже здесь грубое нарушение уж не говорю о том что есть прямые нормы что если иного и не предусмотрено если нужно сделать диагностику оказать услугу да то соответственно это должен делать человек который понимает в этом а он сам непосредственно говорит о том что я не специалист в электронике не подым не понимаю но определил что плата неисправна но не понимает но он сам сыпется прям как я не знаю что вопрос возникает ему вообще у него вообще есть какое-то образование опыт навыки он вообще хоть какой-то ремонт делать для того чтобы содрать плату с холодильника ума много не надо это любой человек знает буквально да как ну говорится одного дня 5 минут достаточно показать дел у холодильника находится плата управления взять отвертку крестовую открутить и вытащить эту плату но только вопрос зачем это делать 3 дня там их обучает совсем другого